Удачи Как мило! Мы в дороге! Ладно, сейчас разберёмся со всем. По сути, весь смысл уровня в том, чтобы активировать рычаг, который находился рядом. Но пока мы его активировать не можем, нам нужен ломик. Его-то мы и идём искать. Ты чего делаешь, а? Пули отбивать он ещё будет. Три двери. Сейчас посмотрим, что за ними прячется. Аптечка. Полезная вещь. Патроны к ружью? Красненькие. Красненькие я люблю, а вот синенькие не очень. Хотя синеньким им тоже надо было бы стрелять. Чтобы экономить красненькие. Ладно. Что-то у меня с кнопочкой ходьбы случилось. Заклинило немножко. Ну ладно. Ларка, ну что ты вытворяешь? Неужели не боишься по вагонам бегать? Да что ты хочешь? Я же всё равно тебя скину. Так что какая разница когда? Вот так. С первого идём вообще в последний вагон. Мне плохо она так притворилась своим бывшим проводником. А его оставила разбираться с быком. О, стихи опять получились. Не специально. Да хватит закрываться от пули, это тебе всё равно не поможет. Только раздражаешь меня. Так, эту аптечку я пожалуй подберу сначала, потому что... Здесь в четвёртой части враги могут поднимать предметы наши. И уже не отдавать. Вот в чём проблема-то. Привет, враг. Всё. Недолго ж ты продержался. Недолго. Смущает меня это... Движение вокруг. Голова начинает кружиться. Чуть-чуть, саму малость, немножко. Когда смотришь на движущийся поезд со станции, возникает какое-то странное желание подойти ближе. Не знаю почему. Или это у меня только так. Но голова начинает кружиться и начинает нести под поезд. Ну это конечно уже из мрачных мыслей каких-то. Не знаю, какой-то гипноз что ли. Как Ларка это выдерживает, я не знаю. И от постоянной тряски и покачивания её даже и не заносит. Интересно. Вот эти вот проносящиеся знаки меня смущают. По-моему если в это время висеть с краю вагона, то Лару может сбить. Хотя я могу и ошибаться, но по-моему сбивала уже её у меня один раз. Чего? Лара? Лара, ты здорова? Ну нафиг. Лучше поднимусь и ещё раз так сделаю. Что-то с ней не так было. Это просто секрет здесь. Я за секретом ползу. Просто так мне сюда не надо. Да и ломика здесь нет. Стрелы. Вот патроны к револьверу. Все бы боеприпасы обменяла на патроны к револьверу. Самое лучшее оружие. Ну когда револьвер у меня будет. Соответственно у меня его сейчас нету и... Я ничего сделать не смогу с этими патронами. На будущее собираем. У него мощность как у степного орла, который я кстати очень сильно любила в третьей части. Вот да, вот проносись. А я пока спущу здесь. Пока ещё один знак не появился. Ой, меня это беспокоит. Ой, беспокоит. Так, всё, теперь нас не собьёт. Что тут у нас? Ломик. Вот тот, который мы и искали. Наш верный друг и соратник. Как у неё всё в рюкзак помещается? Я никогда не устану задавать этот вопрос. Для пробы активируем данный рычаг. Легко и просто. Привет. Теперь в обратный путь. Пошли опять к первому вагону. Ну, по пути парочку голов снять придётся. Образно говоря. Меча-то у нас нет. Интересно, как бы Лара управлялась с ножом? Вот это, кстати, секрет здесь. Очередной. Чё ты там машешь? Я же внизу. Хорошо прячутся секретики. Хорошо. Чем дальше, тем... Чем дальше, тем лучше они прячутся. Вот он, гранатомёт. Прям как в третьей части. А это, по-моему, ослепляющие гранаты к нему. Да. Я ни разу с них не стреляла, но мне кажется, толку с них вообще никакого не будет. Бесполезный припас. Где здесь цифала? Который может отвалиться, если я выстрелю из... Из гранатомёта ослепляющими зарядами. Где цифала? А где буикишва? Кто понимает, о чём я? Ладно, я перепрыгну. Ну разве ж всё бывает просто так. Отвали! А чё это вы убегаете-то, я не пойму. А? Вы чё убегаете? Я не позволю вам убежать. Вы что, серьёзно решили, что я вот так просто вас отпущу и совсем... что ли? Нет, ребят, нет. Раз уж пришли, давайте, отвечайте за свои действия. Там ещё один. Будет лучше, если я его расстреляю вблизи. Готовый? Недолго музыка играла. Прежде чем нажать на этот рычаг, я ещё достану один секрет. Они вообще, по идее, выделяются, эти ящики, которые можно вскрыть. Ладно, давайте нажмём... Да, 43 секрета. Всё правильно. Давайте нажмём на этот рычаг уже. Отцепили все остальные вагоны? Это хорошо. Привет, Александрия. Привет, Александрия. Скорпионы, прячущиеся во тьме. Жутко. Но здесь также во тьме и аптечка, по-моему, прячется. Да. Аптечка. Всё, уровни не трясутся. Это хорошо. Можно спокойно бегать и обследовать местность. Ничто не будет кружить мне голову. Тот... Что за надпись? По-моему, здесь нет ничего. Это склад, но он пустой. Здесь вообще нет ничего. Абсолютно ничего. Просто я сюда пришла, чтобы врагов убить. Не знаю, зачем, но... На случай, если они надумают глупить и побегут за нами впоследствии, я просто предотвратила катастрофу, иными словами. Вдруг, если я этого сейчас не сделаю, их потом будет в два раза больше. Милый фонтанчик. Привет, малыш! Как ты тут? Не скучаешь один? Ладно, увидимся. Классный мотоцикл. С люлькой. Лара, ты жива? Я беспокоился за тебя. Что? Амулет? у Вон Кроя. Это плохо. Но доспехов у него нет. Еще есть время приготовиться к встрече. Жан, я устала. Дай девушке отдохнуть. Дорогая, когда все это закончится, можешь уходить на пенсию. Но сейчас надо действовать. Мои люди разыскивают местонахождение затерянных дворцов Клеопатры. Клеопатры? Да. Она догадалась о важности доспехов и привезла их сюда. Здесь они были разделены на части. Но где ты рекомендуешь начать поиски? В катакомбах под Александрией. Мои люди открыли подземные комнаты, соединяющиеся с Великой Библиотекой. Скорее всего, там будет указание на местонахождение дворцов Клеопатры. Мы уже знаем путь, но ты... Веди меня туда. Есть проблема. Вон Крой. Да. Его раскопки расширяются. Туннели пересекаются с моими. И, конечно, мои люди отказались работать, как только на сцене появились его головорезы. Пора познакомиться с его преданными слугами. Для начала тебе нужно попасть в катакомбы. Вон Крой перекрыл все входы. И я боюсь, что скоро он доберется до доспехов. Только через мой... Эта возможность меня очень пугает. Я буду ждать тебя здесь. Возвращайся, если понадобится помощь. Удачи, Лара. Боюсь, она тебе понадобится. Моя удача в моих руках. Очень большая самоуверенность, Лара. Очень большая. Ну да ладно. Лазерный прицел. Очень пригодится. Такая тоже прикольная моделька. Ну да ладно. Она всегда говорит, что ее удача в ее руках. Но это слишком самоуверенно звучит. Слишком. Чересчур. И мне это не очень нравится. Все-таки я верю в удачу и в то, что она способна улыбаться или отворачиваться. Хе-хе. Враги. Очень самонадеянные и глупые. Как будто меня это остановит серьезно. Ну уровни заметно отличаются от тех, по которым мы бродили с начала игры. Здесь мне как-то даже больше нравится, по правде говоря. Но все равно самая вкуснятина еще впереди. Ну что, будем искать доспехи. Все указывает именно на то, что нужны доспехи. Сейчас я только секрет заберу. И пойдем на поиски. Искать катакомбы пойдем. Все, все готово к приключению. Я бы только была очень не против, если бы Лара немножечко, хотя бы немножечко сменила костюм. Хоть какие-нибудь наголенники или, не знаю, какую-нибудь шапку бы надела. Хоть какое-то разнообразие. А то такое ощущение, что мы никуда и не уезжали. Ладно, пошли на поиски. Продолжение следует. Спасибо всем за внимание, за просмотр. С вами была Миссионер Джейн. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Посетите мои творческие страницы ВКонтакте и на Ютуб. Ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз спасибо всем огромное за внимание. И до новых скорых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok